Это приёмное отделение, обсервационное отделение перинатального центра. Сюда поступают женщины с подтверждённым анализом на ковид или с подозрением. При поступлении сюда в первую очередь у беременных женщин измеряют температуру. Временный ковид-госпиталь расположился на трёх этажах перинатального центра. Рожают женщины на втором этаже, а потом переводятся на четвёртый. После родов ребёнка сразу же забирают. Он лежит отдельно от матери, всё время пребывание в больнице. Разлука необходима для того, чтобы малыш ни в коем случае не заразился. После того, как женщина родила, акушерка сразу же забирает ребёнка и передаёт доктору неанатологу, который стоит за дверью. И у женщины есть несколько секунд, чтобы увидеть ребёнка. Всё это выполняется для того, чтобы малыш не заразился и не заболел. Врачи ещё раз напоминают, что в таких условиях рожают женщины только с подозрением на инфекцию или с подтверждённым анализом. А для всех остальных рожениц действуют обычные условия. После родов обычная женщина всегда лежит с малышом в палате. То есть у нас совместное пребывание мать и дитя. Как только женщина родила, малыша выкладывают на грудь матери, и мама, и малыш не расстаются. Но вот, к сожалению, ковид-инфекция внесла у нас некоторые изменения. Не бояться, не паниковать и при первых признаках болезни, даже если это обычный насморк, идти к врачу, говорят специалисты. Для удобства обращения в республике создан единый телефон, по которому может позвонить не только беременная женщина, но и любой человек. Если у беременной женщины появились первые признаки ОРВИ, то она должна обратиться и вызвать на дом участкового терапевта, либо обратиться в телефон единого диспетчерского центра номер 122. В республике Татарстан начал действовать этот телефон. При первых признаках ОРВИ или другого заболевания врачи советуют беременным женщинам ограничить социальные контакты и обратиться к участковому терапевту. При этом неукоснительно соблюдать все рекомендации врача. На сегодняшний день мы имеем 35 беременных с признаками ОРВИ. На данный момент нет беременных с верифицированным COVID-инфекцией. Вакцинацию от гриппа уже прошли 412 беременных женщин.